А здесь всего лишь порция. Одна порция и суточная доза по клетчатке. И если ко всему этому добавить молочно-кислый продукт... 9 месяцев от Роби Мамы, ребенок живет без иммунитета. Он для мамы токсин, чужеродный белок. Кстати, почему бывают реакции, все аллергические реакции? Почему нужно обязательно делать 2 раза в год противопаразитарную программу? Потому что любая острица, любой там гаврик, он тоже чужеродный белок. И аллергия это реакция на чужеродный белок. Вот и все. Поэтому обязательно нужно проходить противопаразитарные программы. А то собачку записят штуку и бегают. Мне так понравилось, я же котенка завела. В ветеринар попали. Первым делом он меня спросил, вы прошли противопаразитарную программу? Ну интересно, если я ребенка с травмой сервизор, мне спросят, прошла я паразитарную программу или нет. Я говорю, хорошо, вам нужно делать прививки. Я говорю, хорошо, только перед прививками вам нужно сделать противопаразитарную программу. Я всегда смеюсь и говорю, если бы нас ветеринары учили, мы бы выбирали вес. Если бы мы стоили 50 тысяч евро. Поэтому завтра мы об этом поговорим. Завтра будет очень хороший тренинг. Знаете, для этого нужно поднять самую оценочку и оценить в себя, я не знаю, там, в несколько миллиардов евро. И тогда будет и паразитарка, и клетчатка, и коралдитокс, и H500. То есть мы очень многие вещи, даже с точки зрения здоровья, делаем, исходя из уровня своей собственной самооценки. Поднимите самооценку и деньги на продукт найдете. Вот, поэтому вот эта вещь, японский корень канджат. И есть аминокислота, которая способствует снятию синдрома раздраженного кишечника. Японцы, которая страна стоит на первом месте, проводили исследование. Они проверяли состояние кишечника, то есть люди проходили гастроэскопию, и они выявили, что 80% населения имеют проблему синдрома раздраженного кишечника. Так они на первом месте стоят по продолжительной жизни. А мы на 149-м. У нас как с синдромом раздраженного кишечника? Я думаю, что у нас 109%. Вот, поэтому, чтобы обогнать и сделать альгипоцер, у нас есть для этого все. Вот, поэтому клетчатка, и в частности хай-файбер, то есть это вкусно, и это нужно обязательно давать детям, и как можно раньше. И все это должно быть, а вот дошла очередь для темы, то есть когда ребенок рождается, на язычок поступает в молозу. И вот в этот момент включается микрофлора. И если там будет много патогенной микрофлоры, то будет дисбактериоз, там, дэн-дэн-дэн, высыпание на коже, бронхолегочность, бессонные ночи, и все за этим вытекающее. Я всегда говорю, беременные, собираетесь, планируете, бетокс, клетчатка, чистите, чиститесь, потом спать зато ночами будете. Вот, поэтому вот с этой программы нужно начинать, и не важно, какой у человека диагноз, но диагнозом мы вообще не занимаемся. Диагноз есть только один, тут кому-то не говорит, отсутствие головного мозга. Все, других диагнозов нету, мозга просто информации нету, знаний нету, потому что вот мне так нравится обучать людей вот этой вот, передавать эту информацию, обучать людей вдавать мозги, потому что что пить, они сами найдут. Я говорю, у нас линейками, ферменты, хотите, пожалуйста, вам семиллятор, хотите дегистейбл, один любит одно, другой другой. Нет, я хочу попить противить, я говорю, пей. Любой каприз. Вы идите. Пожалуйста, ни в чем не ограничивайте. Мы щедрые. Мы самая щедрая компания. У нас есть все для всех и всегда. Но независимо от любого возраста, пола, национальности, кишечнику у всех одинаковый. И вот продукт, который, я думаю, что очень скоро точно так же будет включен в Курл Детокс, и это будет очень заслуженно, это ферментакан. Попробовал. Это тоже сейчас... А, попробовал, правда? Классно. Вот смотрите, чуть-чуть просто о нем скажу. Это калий. Это калий. И Кристиан Стоу еще в 57-м году открыл очень интересный механизм. Он называется калиематриевый насос. Через 40 лет... Калийатриевый насос. Через 40 лет, благодаря открытию этого механизма, он получил Нобелевскую премию. Дошло через 40 лет. Ну, даже у них там в Нобелевском капитете есть жирафы. Может, они деньги собирали? Да. Когда человек говорит, я не понимаю, слушай, ты жираф. Тебя шея высокая, ты еще ко мне приди, я тебе отвечаю, дойдет. Только ты сейчас выводов никаких не делай. Когда, знаете, всегда с людьми, когда человек начинает с первой встречи и уже вам что-то говорить, скажи, рано выводы делать. Давай чуть-чуть попозже. Давай еще пару раз встретимся, потом я думаю, что дойдет. Вот. Так вот, на самом деле, и наша компания, она всегда очень продвинутая в таких потоках на уровне. И она не могла обойти такой важный процесс. И на самом деле, все в клетку, вот посмотрите, в клетку же вообще все поступает в растворах. И слава богу, что в ней не все влазит. Потому что все, что мы едим, если бы все влазило бы, все было бы намного сложнее. Так, но, чтобы в клетку все вошло, нужен калий. Чтобы вышло, она на натрий. И все это происходит при помощи молекулы АТЭ, энергии. Так. И калий, нехватка калия, это нарушение сердечных репок. Очень часто все крутятся около калия и сердечных проблем. Нет. Углеводный момент, передача импульсов, отдышки, усталость, внялость, там много-много процессов завязаны на этом. Энергия клетки нужна. Мне вот нравится вот этот пример, когда показывают, руку вытяните и сокращайте. Да, наше сердце работает. Сколько можете сокращать? Сколько можете так стоять и делать? За пять минут, за пять минут. Ну, раз сто, сто пятьдесят. Да, а десять, двадцать, тридцать, сорок лет можете, а оно может. И поэтому, смотрите, на самом деле, этот процесс регулируемый. Но, калий, он большой и свободный. И просто, раньше мы были так устроены, что мы очень много потребляли продуктов, содержащих калий. То есть, калий, его очень много в оболочках. Вот картофель, например. В картофеле что нужно кушать? Кожуру. Кожуру выкинули, картошку съели, там, серединку, скрохвала. Счастливый, сидим, кучит, как мячики прыгают на диванчике. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Вот. То есть, на самом деле, все полезное содержится в оболочке. Почему все? Организация сахарова, проорганизация масел, организация хлеба, ой, этого, зерен, да? И все полезное содержится в оболочке. И мы были так устроены, что мы были умные, ели все с оболочками. А потом мы решили, что оболочки не надо, надо же как-то регулировать продолжительность жизни. Ну, чтобы как-то в пенсионный фонд-то хорошо себя чувствовал. Поэтому решили убрать оболочки. И природа была так заложена, что мы ели очень много калия, а соль стоила очень торг. Как и сахар. Были соляные войны. И люди, она стоила большим теней, она была очень дорогая. Там за несколько грамм соли можно было поменять на корову. Вот бы сейчас. Богатые люди позволят. Да, могли только позволить богатые люди. Поэтому мы так привыкли, что соли мало, калия много, и организм нормально работал. А сегодня мы заполучили то, что калия стало мало, она прям много. И получился дисбаланс, который привел к ряду сбросов серьезных заболеваний. В частности, то, что мы сегодня имеем один миллион погибающих людей от сердечно-сосудистых заболеваний, это как раз-таки недостаток одного из, только одного калия. А там можно иерархию всю эту подчеркнуть разными-разными продуктами. Поэтому пентакар, это уникальный продукт. Потому что калий посадили на рибозу. Рибоза это моносахарид. То есть это энергия, это продукт, который улучшает энергию клетки, представляете, заканчивается на 300-400 раз. Способствует возобновляемости восстановления клетки в 700 раз. Смерть наступает не тогда, когда человек перестает дышать, правда? Знаете об этом? Перестали дышать, вас сейчас на искусственную вентиляцию легких положат, и хотите, не хотите, дышать будет. Проветр. Вентиляция. Процесс смерти. Все говорят, ты боишься смерти или нет? Чего ее бояться? Сейчас внутри что-то у меня умирает, что-то рождается, я прошу себя чувствую. Чего это? Так вот на самом деле, когда наступает процесс снижения восстановления клеток, здоровье есть два процесса. Комплексный подход. Там вы можете пить воду, чиститься там, но надо еще двигаться, нужно еще позитивно мысли. Люди, которые мыслят позитивно живут дольше. Всегда говорю, хотите улучшить свою жизнь, дольше жить? Я как-то встречалась женщина, я знаю, здесь интересная женщина, мне ее показали, что это станет. Я встретилась с женщиной, я 70 лет, она говорит, а у меня мама еще жива. Я говорю, сколько лет твоей маме? Она говорит, стоп. Я говорю, она ухаживает за собой, ну так тему так аккуратно подвожу. Она говорит, да ты что ли? Она песни поет, она стихи читает, она говорит, с травмом вообще нормально, память она еще нами руководит. Я говорю, а мне было так интересно, я говорю, а могу с ней поговорить? Но это так. Мне привели. Такая небольшая бабушка, платочек, такая очень, очень интересная, очень приятная. и я ей говорю, она знает, что я кровавой водой занимаюсь, дочери там пьют. Она мне говорит, молодец, хорошим делом занимаешься, учи. А то я им все время говорю, пейте воду, они меня не слышат. Я, ну в твоем отечестве всегда пророков нет. Так расскажите, пожалуйста, почему? Она говорит, а вы знаете, я всегда очень позитивно относилась к жизни. Вот у меня мужик поедет на войне, а у меня осталось семеро детей. Мне, говорит, был один момент, так тяжело. А я, говорит, две минуты понервничаю, а потом хожу, плачу и песни поют. И, говорит, мне становится легче, легче. Я всегда говорила, ну то, что сейчас я сделаю, что мне плохо, мне же плохо не становится. Я, говорит, просто ходила и пела песни. Во-вторых, у нас, говорит, за деревней был родник. Мы всегда пили воду. Вот, и воды пили много, много на самом деле. И, говорит, еще мне моя мама говорила, надо из-за стола вставать голодным. Самое главное, правильно. Вот и все. Я говорю, именно вот это вы считаете, что это продляет вам жизнь? Она говорит, я считаю, что благодаря этому я живу, и надо, говорит, все время всегда что-то делать. Мне, говорит, помирать некогда. Как говорится. Вот и все. Вот вам и все секреты долголетия. Жива сейчас? Вот не знаю, это уже было 8 лет назад. Вот. Ну, я думаю, что... Но опять-таки, вот, это вот пример. А когда все-таки человек умирает? Правда. Когда прекращается деление клеток. То есть, как только эти процессы замедляются и прекращается деление клеток, это уже начинается с старости. И вы представляете, пентакан с 600 в 700 раз увеличивает восстанавливать клеток. Это антиэйдж. Это программа сохранения молодости. Поэтому я вот от этого продукта вообще просто, просто, даже не сказать восторг, это, понимаете, это, нет, ты понимаешь, что это так важно, это классно, что он всегда у меня в сумке, и даже если я чувствую, что это как-то, это он сейчас, соседи мои видели посиди. Я два пентакана, все, а мне можно теперь ездить, по хате, вообще все, что угодно. Вот, честно, реально, вот чувствуешь. И у меня, знаете, у меня было такое первое ощущение на пентакане, когда я его вывел, вот он появился, я его быстро открыла, я сразу, что у меня тут одну таблетку, я две, большой стакан, две таблетки пентакана, я выпила, и уже где-то через 15 минут у меня было такое интересное состояние, вот кто пил пентакан? Процесс запринания очень здорово. Да. Вот знаете, было такое ощущение, как будто ты стоишь в горах и дышишь каким-то свежим воздухом или где-то на берегу моря. Организм как будто вдохнул и начал дышать. Поэтому, я думаю, что этот продукт будет в программе детокса или обязательно рекомендую, потому что программа сохранения жизни, программа молодости, программа профилактики старости, как бы говорит, вот это вот очень важно. Это один из наших препаратов, который реально поддает жизнь. в состав реанимационных детских, входит именно рекомендую. Да, да, да. И вообще, знаете, я всегда говорю, вот опять-таки, что-то совсем, если плохо, откачивают, то все равно капельницы делают. Альтимагн, глюкоза, скорбинка, там вот что-то еще добавляется. То есть, все одинаково. Никаких других моментов, то есть, пожалуйста, пейте и каждый день восстанавливайте свою жизнь и день для всех процессов. Поэтому пентакан с детоксом и с клетчаткой это потрясающе, это нужно всем. И вот он вам говорит, меня это беспокоит. Просто, знаете, вот просто тупо и методично одно и то. Мне так это нравится, потому что я в свое время еще, когда начинала заниматься этой деятельностью, я услышала два закона стеомаркетинга. Первый закон. Не знаю, что делать с человеком подпишено. не надо тратить время на то, что они имеют право развиваться и не хочет развиваться. Вот людей море. И второй закон дубликации. То есть, делать то, что могут повторить свои люди. И когда вы начинаете, очень важно, знаете, вот научить потребителя хостым действиям, чтобы они могли это повторить, как на горшок ходить. Ну, это же важно, не важно, как сильно. Поэтому, важно так, чтобы человек называет какую-то проблему, а вы говорите, детокс, хай-файбер или там любая клетчатка, вкус выберет любую на свой вкус. Вот здесь каталог нужен. Можете ему закладочки сделать, скажи, на вечером почитать. Ну, он три прочтет, на четвертом уже у него будет помутнение. У него мозги не кушают жиры. Вот. Не те. В этом лучше объяснить. Вот. А лучше всегда рассказать о том, что пьете сами. Я вообще всегда говорю, вы имеете право говорить только о том продукте, о котором сами пьете. И если вы хотите, чтобы ваши люди пили детокс, пентакан, хай-файбер, вам нужно пить его сами. Потому что наша деятельность заключается в том, что продукт своего продукта. Я пью, я об этом рассказываю. Мне приносит результат, я рассказываю результат. Потому что продвигать, на самом деле, надо не продукт. Себя. Продвигать нужно себя и свой результат. И когда я иногда сталкиваюсь с какими-то, может, непониманием на встрече, и мне человек говорит, я верю, я не верю, я вообще не вступаю. Мне на самом деле все равно, во что он верит. У каждого своя вера. Мне интересно, что я верю. Но есть у меня, конечно, несколько человек, которые для меня являются авторитетами. Хомутника, такого. Лень Дамбус, огромный авторитет. Я горжусь нашим президентом. Я рада, что я в международной компании, где во главе компании стоят такие люди. То есть это уже классно. С кем ты развиваешься? Что ты делаешь? С кем ты двигаешься? Я безумно доверяю этим людям. На протяжении этих лет они доказали вот это вот, своими действиями, поступками, отношениями, показали вот это вот отношение к нам. И на самом деле, вы знаете, поэтому мне все равно, что он об этом думает. И когда он мне что-нибудь рассказывает, я ему рассказываю результаты. Поэтому я всегда советую результаты собирать. То есть он вам говорит, а я не верю. Я ему раз, результат. А он говорит, дорого. Я ему результат. Он мне говорит, поможет. Я ему говорю, результат. И когда вы не знаете, что делать с человеком, рассказывайте ему результаты. Все. Когда он мне рассказывает, я говорю, слушай, мне все равно, ты веришь, не веришь, знаешь, не знаешь, получится, не получится. У нас есть результаты, и ты их однозначно получишь. 100%. 100%. Ну, в принципе, нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ